Подъезжаем к мосту через нашу местную французскую Волгу, матушку. Это, шутка, это в кавычках, это река Луара. Крупнейшая французская река, которая с самого севера Франции, с Атлантического океана берет истоки и пересекает огромную территорию Франции. Мы едем в свою недвижимость на технический осмотр. У нас там двухэтажный дом на первом этаже, парикмахерская на втором, квартира двухпунктная. Мы едем на осмотр, потому что время от времени надо смотреть, разговаривать с теми, кто арендовал это. Вот, решать всякие вопросы технические. Может, где-то что-то надо подремонтировать. Вот, и вот эта длинная набережная ведет к нашей туристической деревне Ляминитре. Очень красивая набережная, с красивыми домиками. Так, у этих домиков, садики, участки с тыльной стороны. Здесь маленькие участки. Земля здесь дорогая, собственность дорогая. И та деревня, в которую мы едем, она тоже туристическая, высоко кассируемая. Вот, со своим пляжем, со своим корабликом туристическим, который кассирует в Балуаре. Вот, ну, как всегда у меня заканчивается зарядка. Дело не в том, что я забываю заряжать, а в том, что у меня подсел аккумулятор. Надо менять, ремонтировать его. То есть, буквально хватает его на 5 минут съемки видео, и вся энергия, энергоемкость заканчивается. Так что, телефон-то у меня новый, ему всего, наверное, года 2,5, то есть не старый. Но надо ехать в нашу фирму на замену батареи и аккумулятора. Так что, видео будет коротким, не информативным. Хотела просто показать вон. Спасибо за внимание. Все обзоры коротенькие, пока я не заменю батарею. Спасибо. Ну вот, мы въезжаем в нашу деревню. Это наша железнодорожная станция. То есть, здесь связь с электричками, с некоторыми городами нашего региона. И в Нант можно уехать. Это у нас столица Луаро-Атлантическая департамента. Нант крупнейший город северный. Ну и вот, беглый вид на нашу туристическую деревню. Все-таки хватает мне еще немножко энергозапаса, чтобы чуть-чуть доснять видео. Ну вот, живая деревня, огромная мэрия здесь, огромная, самая высокая сельская мэрия во Франции. То есть, не городская, а сельская, самая большая. Вот, очень богатая мэрия. Само здание внутри, там картины, потолок отделан, инфраструктация. В общем, очень-очень богатая мэрия. Вот. Ее еще на поле устроил. При его во времена. Ну и вот мы подъезжаем к нашему домику. К нашему маленькому домику. Вот. Наша парикмахерская. Он здесь хороший мастер работает, арендует у нас. И на втором этаже квартирка. Мэрия прям вот рядом. Сейчас я покажу с ним. Это буквально минута или несколько секунд ходьбы. Ну вот, наша парикмахерская. И я иду по направлению к мэрии. Здесь вот аптеки. Вся улица, в принципе, булочные, банки, ресторан. Аптеки, цветочные магазины. То есть, очень живая деревня. С той, где мы живем, не сравнишь. И по количеству жителей, и по размеру. Здесь у нас садоводческая большая ферма. Ферма, которая выпускает семена, продающаяся по всей Франции за рубеж. И вот это мэрия. То есть, видите, несколько секунд от нашего домика. Мэрия вот такая. Для деревенских мэрий у нее официальный статус, что это самая высокая мэрия Франции среди деревенских. Очень красивое здание. Мы знакомились с мэром, когда покупали дом. Общались. Вот он нам рассказывал историю этой мэрии. Вот посмотрите, как тут здорово. Вот какая красавица. Высоченная. Видео не передаю. Высоты тут один этаж. Ну, я не знаю, сколько метров. Не знаю, но огромная. Высоченная. Вот такой вот вид напротив местной сельской Нотр-Дам. Вот такие красивые клубы. Всегда цветущие. Даже зимой здесь высаживают то, что цветет зимой. Очень красивая, ухоженная. Там магазины для овощей и фруктов. Ну, в общем, вся эта улица очень живая, торговая, так сказать. Но мы в самом центре купили недвижимость, как сами вы могли убедиться. Вот очень довольны этой покупкой, потому что с того момента, как мы купили, никто не съезжал. То есть, тот же самый, те же самые квартиранты, тот же самый мастер парикмахера. На втором этаже живет тесть мэра. Снимает у нас квартиру. То есть, не парикмахер, сам наш парикмахер из Анжи, столица нашего департамента. Вот, покажу немножко, бедненько обойдем. Сейчас я подключусь, чтобы сэкономить, а потом подключусь снова. Это здание медиотека. Библиотека плюс видеозал. Довольно новая. Здесь на этой улице школа и детский садик. Сейчас покажу домик, который мы не смогли купить, потому что поздно спохватились. Вот этот огромный дом. Продавали всего за 280 тысяч евро. Это, знаете, смешная цена для такого дома. Но здесь были какие-то проблемы. Я уже не помню, какие. Вот. И его взяли, потом коммерцию купили. Что-то тут было или с наследниками, делюшкой. Ну, в общем, не знаю. Но очень я сожалела, что мы не смогли его купить. А вот видите, за домиком видны киплички. Это как раз выращивают цветочные овощные культуры на семена. Огромная ферма там. Ферма эта, я опять же говорю по-французски фарма. Вот такой красавчик дом. И таких домов здесь несколько таких богатых. Деревня очень богатая. То есть статус деревни. Это не городок. Но она большая. Большая. Только 400 рабочих работает вот на этой семе. Например, на ферме, которая производит семена. 400 рабочих вы пиньте. То есть в деревне. Вот. Сможете представить. Ее работа. Она, ну, она, когда приезжаешь мимо, то она занимает несколько минут. Наверное, минут пять. Только чтобы другие ездят вдоль полей. Это детский садик. Общественный туалет впереди. Вот. И за туалетом детский садик. Так, ну, так как у меня нет энергозапаса, то я на этом заканчиваю свой коротюсенький обзор. Вот. Симпатичный, симпатичный деревень. Это самая моя любимая деревня из тех, где мы имеем недвижимость. И, пожалуй, самое выгодное капиталовложение. Вот. Ну, во-первых, сам дом мы купили не очень дорого. Я уже рассказывала о других ездях. То мы находим очень выгодные варианты, потому что у нас есть знакомые в агентствах недвижимости. И нам часто звонят, когда еще объявление о продаже не вышло. Вот. И мы ищем именно те варианты, когда кто-то срочно продает по невысокой цене. Вот. Поэтому у нас было очень выгодное вложение в этот домик. И хорошая отдача в том плане, что никто никогда не съезжал, не поставал ни одного месяца. То есть аренда капает постоянно. Поэтому это наше самое выгодное, я считаю, вложение в этой деревне. Вот. И я бы сама хотела здесь себе приобрести домик, когда мы будем чуть постарше. И, может быть, могло бы сложно водить машину. Потому что здесь есть железнодорожная станция. Помимо автобусов, которые курсируют регулярно, еще и ходит электричка, которая в столицу нашего департамента, ну, может быть, минут за 7-10 доходит. Мы потому, как это гораздо ближе, чем к столице, чем с нашего, с нашей деревни. Посмотрите. Ой-ой-ой, Магнурия. Ой-ой, какая красавица. Сейчас перейду дорогу. Машина едет. Пропущу и перейду дорогу. Ой, какая красавица. Перейду, когда была у меня маленькая Магнурия, но она пропала. Вот она. Как никогда у меня в нашем доме Магнурии не было. Посмотрите, какой розовый цвет. Ой, красота не отрисуемая. Вот такие владения. И вот здесь я сверну по этой улочке и вернусь к своему домику, пока муж разговаривает с квартирантами. Ну вот, возвращаясь в почтовое отделение. Вы видите, здесь домики вплотную дургрушки. Прям одной стеной тянутся. Но это не означает, что у них нет двориков. Дворики, огородики, садики. Это с первой стороны. Ну, небольшие, конечно. У нас там маленькая, по-моему, 2 сотки всего. С земли. Но так как живет пожилой человек, квартиру снимает, а внизу парикмахерская, то в принципе никто и не пользуется этим участком. Но участок принадлежит парикмахерской, а не квартирке. И вот само строение, вот смотрите, я снова подхожу к нему. У нас новая крыша мы меняли недавно. Само строение, оно такое вытянутое, длинное. Не смотрите, что такое фронт короткий. Само здание вытянутое. И окна с южной, с восточной стороны тоже выходят во двор. Вход, значит, в парикмахерскую вот отсюда, а в квартиру вот дверь рядом. Вот где номер 7 написан. Ой, извиняюсь, вот в мельчанке где открыто дверь номер 9. Это вход в квартиру. А в парикмахерскую вход справа. Ну, вот теперь вы все на этом. Муж ябе вывозится, что-то там делает. До свидания. Ой, пардон. Вот такой тип домика, который мне тоже очень нравится. Как маленький замок. И вот напротив этого домика вот такое замечательное солнце в глазах у меня получится. И вот такой домик, очень симпатичный. Это тыльная сторона мэрии. Видите, какая солнечная с двух сторон огромные окна. Такая мэрия у нас красавица. Это на сайте нашей деревни Леминитре объявление о мини-отелях частных. Так как я сказала, что деревня туристическая. И вот как видите, вот столько частных отелей в этой деревне. То есть есть где остановиться. Да даже если не останавливаться в Леминитре, у нас до столицы департамента на машине ехать 15 минут. Вот, ну а на электричке может быть 7, 10, 12. Ну где-то так примерно. Симпатичные, смотрите, типа замков отели. Можно это кликабельная фотография. Если туристы будут, вот так. Леминитры набирайте и попадете на такой сайт. Сейчас для интереса кликну на один. Так. Ну вот такие комнаты. То есть комнаты с кухнями. Можно самим готовить. Можно, чтоб вас обслуживали. Очень много фотографий. 45. Я не буду все это показывать. Вот. Леминитры набираете в гугле и вам все это выпадет. Можно посмотреть все эти мини-отели. Симпатичные, комфортабельные. Луара протекает рядом. Так что замков много. Особенно на противоположной стороне. Это же земли-уары. У нас в каждой деревне замки интересные. Так что добро пожаловать. Все-таки решила открыть еще один мини-отель. Мини-отель. Так, а тут бассейн такой. Я смотрю, классный. Смотрите, бассейн крытый, видимо. Такая территория. Так. Спаренки. Симпатичные. Провансальный тип. Ну, вот какой замок, можно сказать, мини-замок. Приятный отель.